Об экономике республики, правда, больше не о расходах, а о доходах говорили на неделе и в Казани. В городе прошел международный саммит России и стран Организации Исламского Сотрудничества. График форума был плотным. Экономисты и бизнесмены говорили о развитии умных городов, инвестиционных возможностях страны и исламских финансов. Этот саммит превзошел предыдущий по охвату участников и по темам. Первый день форума был насыщенным. Заложили камень Smart City Казань. У этого необычного для нашей страны города уже сегодня 4 инвестора. Первыми сдадут жилой дом, гостиницу, школы, институт, медицинский центр. Всего 10 мегакомплексов. Все, что необходимо для благополучной жизни и работы ученых и бизнесменов. В строительство намерено вложить более 10 миллиардов долларов. Машины, архитектура, корабли, драгоценности. Все лучшее и перспективное на выставке представили инвесторы и местные производители. Одна из компаний пришла на рынок Казани и занялась переработкой твердых бытовых отходов. Бизнес прибыльный, говорит директор. Нам очень комфортно работать в республике из-за того, что республика смогла создать очень хороший климат, очень хорошие условия для привлечения финансовых инвесторов. Каждый стенд перед началом стратегического форума осмотрел президент. А стратегия проста укрепления экономических отношений между Россией и странами Организации Исламского Сотрудничества. Форум начинает с молитвы. Так, как правило, в исламских странах благополучно начинают дела. Спикеры признают поначалу, Казань-саммит делал робкие шаги. А теперь это составляющая мирового форума. Большой потенциал для развития экономического отношения республик Татарстан, странами ОИС, взаимодействий по реализации проекта Smart City Казань. Среди крупнейших проектов, которые будут реализовываться в предстоящие годы, высокоскоростная железная дорога между Москвой и Казанью. Три с половиной часа за это время можно будет доехать с Москвы до Казани и обратно. Строительство автомагистрали Европы-Западной Китая, которые проходят через республику Татарстан. Мы принимаем активное участие в реализации данного проекта. О важности форума говорил и генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества. Этот саммит должен дать толчок развитию исламских банков не только за рубежом, но и в России. 400 исламских банков функционируют в мире. У них 1,1 триллиона долларов активов на 2012 год. Исламские банки развиваются до такой степени, что могут способствовать усилению финансовой инфраструктуры различных проектов. Казань-саммит – это территория конкретных дел. Его поддержал и Совет Федерации. В известной мере этот форум, он в этом смысле уникален, потому что у нас нет другой дискуссионной экспертной площадки, где обсуждались бы проблемы Российской Федерации и страны исламского мира. В известной мере это локомотив дальнейшего развития наших контактов. Поэтому второй год подряд Совет Федерации, как Палата регионов, активно поддерживает и выступает с организатором этого форума. О том, что путь к мировому имени был нелегким, сказал и государственный советник Митимир Шаймиев. Невозможно не сказать, что когда начинаются новые дела, всегда говорят у нас «Хаэдля Волсанюла», «Умыша Волсанюла». Вот это тот случай, когда на благодатной почве начались первые контакты. Зная цену тех первых шагов, в самом разгаре сложных, самых сложных перестроечных лет, вы бросили свой тёплый взгляд и с пониманием отнеслись, что мы стремимся открыть данный мир и начинать сотрудничество. Представитель Эмиратов призывает с трибуны вкладывать инвестиции в их экономику. Преференции для успешного бизнеса будут предоставлены. Депутат Турции тем временем говорит об усилении поддержки других стран. Итог стратегического форума – подписание ряда соглашений. Многомиллионные контракты пойдут на строительство и развитие умного города – Smart City Казань. Продолжение следует...